Сегодня у нас 21 августа 2019 года. Мы находимся в поселке Авидиополь, на улице Саранцес. Здесь происходит ремонт водопровода. Несомненно, трубы, которые в 2011 году положились, людей взяли денег и которые через месяц до этого дня постоянно галкало. А кто взял денег? Озвучил это Геннадий Крисюк. Озвучил, в смысле озвучил? Просто нужно сдать, а собирала, а это девочка. То есть водопостача или с улицы? Не знаю. Люди ей сдали деньги? Да. А поскольку? Штука 200, плюс там, я не помню цифры, пару раз обращались. Помелки мне. А сколько домов сдало? Ну, по идее, все. В Сауле, да? Да. Собрали деньги, ничего не сделали в 2011 году и сейчас заново меняют, да? Да. А что сейчас, в чем конфликтная ситуация сейчас состоит? Сейчас людей заставляют за свой счет вывести контрольные ямы, которые должны установить не люди, а КП водопостачи. Либо там, я не знаю, там посылковые советы, кто там, кто придает, почему, и решают они там. За свой счет требуют, чтобы оформить на себя, требуют, чтобы сохранность обеспечить, требуют. А как водопостачи сохранность, если она на улице? И она не моя, не на мою территорию. Вас требуют счетчики вынести, узлы учета вынести на земли посылкового совета и за вас счет? Да. Вы отказываетесь? Отказываю. Просто двух часов. Это во сколько? После двух это растяжение. Три, четыре, пять. В два часа дня. Все, я понял вас. Хорошо. В два часа дня. Что это за счетчик? Как он называется? И почему вообще такое? За наш счет? Значит, давайте так. Я вам все, что надо было, Володимир Лениневич, я вам надав все ответы, что вы мне давали. И по листу, и по заплату. А сейчас, когда у нас тут представники прессы, то я надам то, что они хотят. Значит, смотрите. У нас есть правила водокористования Украины, которых мы все дотримаемся. Есть такой пункт 5.2. У злим обліку повинен расположиться на межи споживача, как правило, балансово належать мереж поставщика и споживача. Або за згодой виробника у примечениях расположенных безпосередньо за зовнішнюю стяною будивлі паркану біля входу водопроводов. Это раз. Это за згоду? Нет, ну это если я даю згоду, то есть такие места, что технично неможливо. Так это за згоду. Вот как раз говорит о том, что за згодую на улице за згодую. Я вам доведу. За згодую. За згодую где? За згодую за зовнішнюю стяною будивлі місць входу водопроводному... Правильно, за зовнішнюю. За зовнішнюю, а это за згодую. Або за згодую виробника у примечениях расположенных безпосередньо за зовнішнюю стяною будивлі в місті, где будив. Это квартира. Это квартира, Роман Викторович. Не пух. Потом, это квартира. Роман Викторович, я не працювал в 2016 году. Это уже, как Владимир Лениневич пришли на сессию, вы заранее пошли. Самі депутати підняли и нагадали, что есть такое решение. Значит, оно чётко тут указано. Селищная, о 23 листопада 2016 года. Не помню, кто был директор. Чи Дідур, чи властник. Кто из них. Значит, в связи с тем, тит, 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 тит. Про звіт директора КППВ, враховуючи стан сплати за спожиту воду, питну воду, та з метою попередження кратіжок питної води, підвищення ефективності управління объектом и комунальной власти, Сельскохозяйственная работа решила, первое, передбачить, что по приведению капитального ремонта, дающих, та будивництва нового договора, что мы сейчас делаем, мешканцы селища обязаны облаживать засоби облику питной воды на меже балансовой належности мережа споживача та постачальника та споживача, або за згодой постачальника при нишеньях росту, он дублируется в примещениях, растошеванных безпосередньо за зовнішнюю стяною паркану в клапках будивлі в місце входа водопровода. Все. Погоди, а у него что не на меже? У него на меже лежит вода? Нет, все, что находится за парканом, это на его территории. А межа? А межа между его забором и асфальтом. Ну, грубо так. Это часть земля. Ну, а как он может за земля селища рады? Отвечайте, что же. А кто будет отвечать за счетчик? А в чем проблема не отвечать? Ну, подожди, ну, это земля селища рады. Стоит счетчик за его забором, да? Который у меня счетчик стоит у меня во дворе, я за него отвечаю. Приходит инспектор, смотрит. Если там что-то не проблема, ко мне претендуют. Роман Владимирович, давайте трошки убавим его. Давайте мы не будем указывать тон. Нет, давайте вопрос так. Я не люблю. Я друге, я объясняю, что степень відповідальности, если он за что-то переживает, он может поверить залог. Где? На улице? Это же не его земля. Он не отвечает. Он делает, смотрите, по пункту 5, 5, 3. Это не его земля. А обладнание в узлах облику здействуется за рахунок спожива. Так у него есть у ЗМОВ, у УКРЄ. Подождите, вы не дослухали. Но вы еще не дослухали другий раз. Если он переживает, что там что-то станет или что-то украдет, он может поставить туда замок, дать другий ключ нашему контролюру. Мы будем, посреди, приходить, снимать или проверять, когда нам нужно нашему... Третье вопрос, Роман Владимирович, вы не досидели до конца. Вот именно тот пункт, что за сгодой КП Владимирович. Там не написано, что это... Нет, это суд не говорит о том, что у нас на улице. Значит, селищный голова запропонувал Владимиру Леонидовичу вот этот забор, вот эта точка входа, вот эта яма. Вот это, разгородить кусочек забора, метр двадцать, закопать его стопика, обгородить вот так, стерточкой. То есть сделать бесперешкодный доступ, чтобы туда в любой день, дня и ночи можно было зайти и проверить. Володимир Леонидович не захотел, он захотел калиточку. Нет, так думайте в одну такую вещь. Стоять, роман, за который я отвечаю, и он находится не в моем подчинении. Почему нет? Ну потому что любой человек подошел, открыл, да? Ну его нет. Зачем? Закройте его на замок, если вы боитесь. Ну, то закройте на замок, дайте ключ один на себе, один нам, и мы будем приходить проверять. Как я могу дать ключ? Роман, значит, здесь нигде не указана степень ответственности, если что-то человек боится. Подожди, Владимир Леонидович отбывался от своей пропозиции, составляючи за то, что у него там станом здоровья, что-то это. И в следующий раз-то встречи запропонувала материальную допомогу. Правильно? Ну мне сегодня говорила сама... Я вас понимаю, почему вы советуете с одним человеком? Есть улица? Сколько часов? Надо мне рассказывать, что я советую. Так надо разговаривать. Да, Владимир Леонидович. У меня есть Роман Леонидович. Я вам даю копию. Это решение не обязанных выносить? Выносить обязанных. Нет, это не закон. Я вам даю цю копию. Я вам даю ссылку на закон про центральное водопостачание. Плюс у нас была сходка в селище, на которой выступал лично селищный главарь. Особенно. Я не знаю, Владимиру Леонидовичу дали какое-то запрошение, которое он не мог прочитать. Ну ось чутко тут сказано. Відбудиться збори в иншанця вулиця Новоселёв за участі селищного глави та представників КП, относительно которых переключение до нового медежа будет поговорить. Переключение будет в мережі. Правильно? Відносно переписключение до нового водопостачания. Это раз. Все проведение было. Я вас не помню. Може, вы были, может быть. Володя, не было это точно. Значит, с другой стороны, Романом Тодиновичем, вы знаете, что я человек, наймана контрактом селищной главой и депутатом? Я буду выполнять все решения, которые... Здесь не написано, что он должен стелить эти свои руки на улице. Роман Тодинович, для меня там все написано чутко. У нас два выхода сейчас. Дивите. Все материалы по запиту выберете. У нас два выхода. Или у меня будет распоряжение селищного главы. Вот так оставить, как есть. Или у меня будет решение в суд. Но сейчас вся улица вынесла их, и они тоже выходят. Если кто-то что-то делает, я не долго за ними повторяю. Послушайте меня. На земле селищной ради. На земле селищной ради. Послушайте меня. Есть решение... Не может человек копать на земле селищной ради. Засоби обліку облаштувати. За межою своей земельной ради. Женнадьевна, послушайте меня теперь. Значит, Володимир Владимирович, не надо мне ничего больше рассказывать. Володимир Владимирович, я вас слуха в целый тиск. Вы пришли на сессию, и на сессии не сказали это сам. Это раз. Я вам надал все письмовые відповіди, это два. Если вас что-то не задовольняет, будь ласка, сверните. Он к счетчику не допускает своему, что есть случаи, что он не допустил к счетчику? А при чем тут? У него стоит на межи, он мне показал сегодня. Ну вот, заглядываешь во дворец. Это не межа. Балансовая належность, сваживача, это его особистая власть. До якої зайти можно, только в его присутствие. Ну так и правильно. Он же отвечает за него. Роман Авгабирович, у меня нет права в него смотреть. Я не вижу в этом решении. Если вы не видите то, что не видите, то другой вопрос. А то, что сегодня у меня на собрании чутка указовка селищного головы, у меня есть решение сессии, за которые проголосовали. Сессия сессии незаконная. А про тех кто? Конечно, вы сделали геноцид раз. Потому что вы не видели, что вы обманный путем. Понятно? Людей отрезали, обманный путем. Плюс вы нам не новую мрежу ставили, а ту, что вы украли, и та, что в 2011 году порвала ровно через месяц, которую мы, улица, отдали деньги. Вот за это вы поставили на новую мрежу. А кто из вас стелил попереднюю мрежу? Шановне, Абадем. Я стелил. Я стелила. Кто вас шоу прав? Вы ее стелили за властные деньги. Правильно, за властные деньги. Вы лично пришли и назвали сумму 1200 гривен. Владимир Владимирович, вы, подождите, вы, кстати... Это вы украли у нас сумму в 2011 году. Не кричите, вспомнили. А ну вспомните. Потому что он не дает слова сказать. Он наорат, он не подходит, и все. Я вам что-то... Вы нарушили закон Конституции. Вы людей сегодня лишили воды. Вы сделали горимый водомор. Понятно? Вода есть в трассе. Нет, вы обязаны были, если что-то не так. Почитаете к нам. Подавайте на меня в суд. Збавьте в том. Я сегодня не в шоу. По-друге, вы, ну легко скажу, что вы в банке, трасса стелилась не при мне. Я за 11-го року прочтую, эта трасса уже была нам передана. Вы ее сами стелили. Вы ее стелили за свои деньги. Где вы брали трубы, я не знаю. Да, звоните из войзы, я бы все хотелось бы... Вы присутствует депутат, это лейхненький. Вы ее поселили сами. Вы ее поселили сами. Вы где брали трубы, никто не знает. Но за этот период, сколько у вас было порывов, и это мы наконец-то решили. Я вообще сказал, нас больше... Вы еще не фуфлышную трубу поставили. Ну хорошо, так они кричили. Ну на счет фуфлышной трубы вы ее сами купили. Я не покупал. Вы купили. А, ну вы опять обманюете, бо я говорю. Траса родилась, по-моему, в 8-м или 7-м году. Я не буду точно... Ну я спросил у вас еще раньше. Я говорю, я пришел за 11-го року. Проблемы в этой улице были за 11-го року. Первое, что мы сделали, это поменяли вам прямо ввод с поля, и завели помимо бетонной огорожки в нефтевазы, и завели вам отдельный учет, чтобы вы не были врезаны в освещение. Обычно там поганное было бы в водопостачение. Вы вам поставили 90 трубу. Но когда дали тиск, начали рвать. Где вы эту трубу брали? Я не знаю. Я вам ее не купил. Значит, час за трубу плоти. Селищная рада. Согідно решения селищной рады и на сбори, которые у нас были присутствием, селищная голова озвучилась. Что все, будь ласка, работают за счет селищной рады, а облаштувание и выносы лечебники за ваш ракур. Нет, я не согласен, протестовывайте. Вы будьте добры, подключите в воду, а потом делайте шоку. Значит, будьте добры, протестуйте. Нет, будьте добры, вы протестуйте. А за что мы вас за счетчиками говорим? Видите, все, что надо решило заплатить за счетчиками. Во-первых, рады. Как вы имели право депутатам, 10 депутатов собраться, ни один депутат не пришел там на улицу, не объявил. Вы сели, решили. Вы пришли, куда перед фактом людей поставили, нахуй заставили. Кто вам дал право? Моих слуги народа. И будьте добры, выполняй то, что вам народ просит, а не то, что вы все хотели и сделали. А кто решил? Ваш депутат Виталина Васильевна Колесник, с прошлого года, вбила вашу вулицю, капитальный ремонт. Ця вулиця пройшла проект. За проект тоже более 55 тысяч гривен заплатила селищна рада. Закупили все. От комплектующих до трубы 1000 метров. Поставили еще розмежувальне кольце посередине, чтобы если у кого-то не спрашивали. Все раз. Вовторих, все сделала селищна рада, так как ваша задача, вынести облики на улицу, чтобы не было. Я не скажу, что это вы, или вы, или вы, или вы занимаетесь крадежками. Но то, что сегодня селищна рада постоянно дает дотации, и за то, что у меня 8 центральных счетчиков показывают, извините меня за слово, ну, у меня 53% оплаты на сели. Где девается другая вода, и у вас все полечильный кондоп. Я же не скажу, что это вы, но у нас, значит, есть такие. Привожу вам пример. Наша улица, бывшая Карла Марса, сейчас за Грушевского, мы вынесли 250 лечильников 3 года назад. Так возьмите все данные по водозабеспечению их за те годы, что они работали, когда лечильники были за забором, и возьмите час водопотребления, который они... Ну правильно, вы же на другую автоматически кинули. Конечно, у вас... Не, мы вынесли все лечильники. И плюс... И у меня я вам говорю чётко. У меня есть сказка, распоряженная селищная рада. Яка, сгідно нормативных данных. Ну, там такое название, на меже, это нельзя сказать. Это балансовая меже, ну, это так, законом переносить. Вы сейчас предлагаете поставить счетчики на земле селищной рады. Нет, это называется балансовая належность. Меж споживача и поспочайника. Я воду, что не проводю, Я ж не проводю трубу по их земельным делям. Я проведу именно по балансу, по этому участку, где есть земля. И вот на этом участке просят поставить людей лечильники. Все. На улице. А кто будет освещать за счетчиков? Значит, девять роков, что я працюю за... А, два года не працюю. За девять роков, что мы вынесли, Карла Марса, собор, Кирова, ну, ну, вынесли около 1200 лечильников. Я ни разу не чувствую, чтобы у кого-то украли. По-друге, если вы переживаете, я не забороняю поставки, замки, дайте один ключ, один ключ, для контролера, для того, чтобы мы могли... Для чего нам надо ключи? Мы проводим рейды. Мы проводим рейды вечером, ночью, як нам... Зайшли, открыли, подивилися. Все равно, пока снимаются при вас, ваши книжки запускаются, наша задача только открыть и подивилися. Я, конечно, все равно ночью приехали, вы при нас пришли. Я, мое в виду, друге. Мы проверяем, что там не было того, что там есть. Это понятно. А теперь я вам скажу, это явно называется контрольный колодец, по закону, чтобы вы знали теперь. И подойдите законный колодец. Я закон знаю, про чем контрольный колодец у вас. Для чего? Контрольный. Ровко, я не могу сказать, что здесь есть обязанность вас, как на следующий счетчик. Значит, дивитесь дальше. Я вообще раз зачитаю, что тут не бачит Роман Автандилович, я могу каждому из вас дать на руки. Это решение. Оно было принято в 16-м році, 23-го листопада, но оно дублирует полностью питание пункта 5-3, який есть в правилах водокористователя. Это делал, не помню кто, или Дидур, или Власенко. Я бы сказал вопрос, написал, решил, что сам на землю. Но смотрите, шановные, смотрите, как мотивацию. Директор ответил, и пишет, вражающий стан сплати за спожитую воду и с метою попереджения крадежок питной воды, это все в решении сессии. Продолжение эффективности управления объектом экономики. Селищная рада вирішила, и вот это самый главный, первый пункт. Передбачьте, что при проведении капитального ремонта діючих водогоней, у нас сейчас капитальный ремонт, завязать облаштувати засоби облику питной воды на межи балансовой належности споживача и поставщика, то есть дальше-дальше або за згодой виробника в примечениях, это что касается квартир, расшелых безусловно за зовнішнюю стяною паркану, то есть забору по-нашему, або будивлі. Так что, вибачьте меня, шановные, я законы не пишу, я тоже депутат, я принимал, решив все это решение, потому что я знаю эту проблему. Но сегодня Володимир Леонидович на все про все, учитывая то, что у него что-то со станом здоровья было не так, это лично, голова пошла на зустріч. Питание, показание материальної допомоги по выносу, или облику, или на лековую. Потом, было другой вариант, это там, где, допустим, у вас есть переулок, который выходит один, где Гайдученко живет, там действительно людям на улицу нема, где вынести. Мы им запропонировали разгородить сетку, потому что там две бабушки, и сделать нам безперешкодный доступ. Вроде бы здесь все нормально, у вас, извините, тысячу абонентов. Питажите дальше, я даже не знал, сегодня, мы уже, по-моему, вынесли 30 или больше 20 абонентов из улицы Дзержинска, которые подключены на вашей трассе, которые водогоны и шли через вашу город, и шочеки стояли, черт-д. Ну, что вы хотите сказать, что шелестные голова не правильно? Дали подключение, но лечильники все из улицы Дзержинска, Евгена Калисиченко, вынесли и установили лечильники на вашу улицу и не переживайте, что их украли. Никто не переживает. Никто не переживает. Ну, моя задача надать вам воду, чтобы вода была в вашей трассе. Дивиться, третье питание. Применни, селищный голова. Я вот на следующий раз на следующую улицу Дзержинска, я запросу, вот именно Варшанин, я ее запросу, тогда особисто, будем делать сбор. Лиля Ивановна сказала, кто, кому требует материальная допомога, в облуде пенсионеры на сборище. Ну, никому не відмовили. И я же не требую, чтобы вы мне из красного кирпича или из белого мрамора выморвали их сиями. Зробить так, что вы можете сделать, чтобы тогда не затихала вода. Кто, бачу, шифер обгородил, кто, бачу, накрыв плоским, кто на что, кто сетку набил, обштукатурив, поднял. Люди, добрые, сделайте за любые деньги, которые вам подходят. Ну, и по лечильникам мы определились. Кого лечильник? До 4-х роков законом передбачено? Да, нет, пожалуйста. Пожалуйста. Винесите, если он новый, вынесите его сюда. Я не заперечу. Хочете поставить старый? Закон четко передбачает. Везите его на перепроверку, принесите мне акцию. Мы это все оговорили на сборах, когда вас не было. Значит, все, что там на сборах, мы пошли с ним назад. А не у вас. Ну, это не мое. Педприятие не мое. И оно моим не будет. Геннадий Владимирович, я сьогодні говорила с нашою Италіною Васильевною. И вона сказала, что можно не выносить, только чтобы был свободный вход, контрольное. Значит, можно не выносить. По цему питанию Владимиру Леонидовичу Солнечного. А, ну вы же мне отказали, когда Лилия Ивановна подговорила. Я сказал, Лилия Ивановна, если вы, если он так сделает, сделают все. И поэтому я сказал, наш договор аннулируется. Вы, вы захотели, Владимир Леонидович, вы просто лукавите. Вы не захотели вынос, вы захотели калиточку. Правильно. Если б калиточку, то надо давать всем калиточку. Подождите, а как мне будет что-то? Калиточку. А вас, Надя, я вам сказал, если у вас так хочется, как сделать, то вам надо просто свою яму огородить букву П. Нет, свободный доступ. Но, что бы вы мне сказали, там надо ступеньки, там надо где-то перепрыговать, переноситься. Я говорю, ну давайте посчитаем, Надежда, сколько сто я допустил облаштования вот этого периметра, а может все-таки дешевше вынесли я. Была такая работа. Была такая работа. Я сказала, что это все-таки лучше оставить ее. Дивися, это только те, кто касается абонентов, которые действовали сразу за зовничество. Ну так у меня, например, у меня крышка, это забор. Так вот, дивися, если вы разбираете забор, вылаживаете букву ИП, чтобы он был туда, во-первых, чтобы туда не бегали вам собаки. Загородить надо? Ну еще... сетка, чем мур сработать, что что-то надо? Надо. Столбики, сетку огородить? Надо, надо. Давайте посчитаем, сколько тогда будет стоить новая яма. А так будет у вас внутренняя, как внутренняя... Я же не заперечу. Кто будет обслуживать яму? Законом передбачено. Вы начали путь. Чуть пизденьше. 5-3. Обладнание, обслугование, я бездействую это за рахунок обслуживания. То есть, мы идем на встречу на удобство... Одну секундочку. Мы идем на встречу на удобство, мы обладнуем яму. И там вот было сказано согласно балансовой принадлежности. А у вас у кого-то есть акты разбаланса? Где ваша, моя балансовая принадлежность? В установочной документации у меня именно на балансе вот тот мой кусочек, где мне оборудованы и все. И это мой баланс. Это ваша. Это на балансе. На меже баланса. Я на меже. На меже. У кого-то есть из вас? Вот соседи. У кого-то... Ну, давай просто так. Давайте так. Есть из вас документальное подтверждение вашего института. Я считаю так. Весь вашей балансовая принадлежность. По кадастровому номеру. Вот граница участка вот это твоя земля. Вот это ваша земля. Потому что на твоей земле тут... А размежевание идет? А размежевание идет до вашей загадки. Ну, мы начали за закон говорить. Я вам говорю про закон. А решение сессии чётко указывает. Чётко. Да, про чё тут? За зовнішнюю стеною паркану або будильной. Значит, хлопцы, я не хочу вам ничего сказать. Моя задача повыстрее вам всем дать воду. И чого мы начали... А сколько числа решения сессии? 23 листопада, 16-го года. Моя задача, чого я начал с той стороны, бо мы по кускам комнаты, мы пройшли 5 дней, запустили вам воду. Пройшли 5 дней, запустили воду. Кто быстрее раскопался, тих быстро подключил. З усіх сторон, даже все с Дзижинского, кто прибегал, все переключились. Это у меня один, единственный, Володимир Желенидович, который не хочет переключать. Это у нас два варианта, или решение судов, или... Это геноцид. Это геноцид. Я жалую СМШ. Шановні, давайте еще по-другому. Я ж не за то, что? Я не за то. Но вы поверьте мне, что у меня такие випадки были на переулке школьном, как вы сказали, калитку. Зробили калитку. Через два дня заварили калитку, зробили красивые заборы и показали дули, и бегаем мы до сих пор, и жалуемся, и уже там, слава Богу, разница на таком счете. Вы думаете, чого мы сегодня так жестко по улице, по отношению до жителей с территории Дзижинского? Я понимаю, что не каждый из вас хочет, чтобы через вашу гору ишла какаясь чужая труба. Друг вонарь вонет, сделает вам какие-то незручности, або десь затопит фундамент. Это все я понимаю. Но вы все даете, так как мы с вами блакаем, вы даете свои письмовые погоджения, мы выдаем новые технические умовы безкоштовные. Мы стараемся навести порядок. И у меня сегодня, вибачьте за слово, если бы сегодня селищная голова, что этот месяц не представила ЛИЧЕ и депутаты селищной ради, то мы бы с первого числа все с вами были бы без води. Вот так сплачивает наше население. У нас все чесные, никто не крадет. Но у меня есть восемь центральных причин. Это аргумент для того, чтобы мне взять и ответить. Это аргумент для селищной головы и для депутатов, которые сегодня бачат наши цифры. И бачутся, и это решение не я, что я как раз сайпериодные рабы. Показывайте тех, которые крадутся. Объясните. А я вам говорю, почему в Днепропетровске, почему в Кривом Розе зала эта же ситуация и в прошлом году по суду все это было решено. Я вас могу наказать, если у меня нема вильного доступа до вашего лечения. Да подождите. Вот улица Грушевска мне не подходят. Я в любую минуту, хочу вечером, хочу ночью, выезжаю и проверяю их лечения. Как я могу кого-то наказать. Венадий Володимирович, а вы знаете, последний суд, последний... Хочете поговорить, Володимирович? Нет. Я с вами наговорился до сих пор. Я задаю вопрос. Давайте субтитруем в Кольске. Шаново. Я правильно, если вы за другим вообще стоите лечения. Я специально не заперечиваю, что пришел Роман Автодилич, потому что я знаю его популярность в этом вопросе. Я понимаю, что у вас здесь крик души, что сейчас очень тяжело всем живеться. Важко живеться. Я не без того, но максимально идем всем на душу. Особенно Володимирович. Меня еще больше начало удивлять, когда ему пришли на зустреч. И в материальной помощи, и в вопросах о разгрожении. Меня это вообще начало удивлять. Что же там такого в том углу? Телефон, вальон присутствует. Если он так сделает, то все так сделает. Давайте я сам задам вопрос. Пожалуйста. Как под дорогу быть? Значит, дивиться. Вы на себе одного бьете? Ну да. У нас, секунду, у нас получается, мы с соседями решили одну ягу на четыре счетчика. Ключ, четыре соседей и контролируем. Пришло вот три подавительства. А теперь под дороги надо ударить. Если на четыре соседей, то вам надо забезпечить такую подачу, потому что если вы возьмете под дорогой, допустим, у вас по дороге лежит 63 труба. Если вы возьмете под дорогой три четверти, так как на одного, то вам на четверих перехода этого не хватит. Не, не, не так. Мы не понимаем. Яма, ну допустим, чтобы было понятно, вот яма в улице иде, яма с сервити на четыре стороне. Да. Эта. Вот дорога. Вот у нас четыре соседа. Один, два, три, четыре. Вот мы решили вот тут вот. Одну яму на четверих. Яму на четверих. И пішел в развод. Одного. Пішел в развод. Тут все счетчики. И каждый собит является до основной трубы. Получается, вот от под дороги ударить. Трубу. У меня старая труба, я не знаю, где она вообще похоронена. Дома. Давайте так. Виход из ямы мне самое главное выход из ямы. Чтобы я бачил, и там будет на счетчике номер вашего будинка. Мне выход из ямы. А там должен, дайте, бо я не бачу женок, вибачьте. А там дивиться каждый, чего? Бо вам на прокол под дорогой надо раскопаться на три метра бурок. То есть, где у вас хорошо получается раскапываться для бурения, там и делать прокол. То есть, где вам позволяет... То есть, дорога ни в коем случае... Да, Боже, упаси, Савелева перегрязай нас и вас... Я понял. А прокол кто будет делать? Да, прокол. Проколы тоже завалосны. А почему это за... А его все равно все, кто может... Ну, выбачьте, у меня такой измужбе. Дорожное покрытие тоже не... Можно сказать? Нет, я имею в виду, ну, старые, они возобновят тоже. То есть, так можно копать метр шириной, а так нельзя 30 сантиметров. Вы можете сбоку копать, там, где они затронутся свалят. Мы дивиться, как максимальный дем и очень аккуратный дем вдоль вашего... Доль вашего асфальта, в мене... А вы считаете аккуратным... Да нет, асфальта у нас уже нет. Это ужас, что делать? Если вы умеете, не умеете людей, пускай сделают. Ну, вы... Как катакомбы отдыхают одессы. Вы не так же. Если вы умеете, возьмите заработать, я же не заперечу. Я-то умею, вот я вас спрашиваю. У меня, у меня вот все, кто есть, от тихих годов. Я знаю... По сегодняшний день, вы никто за тихих годов, пока вас рвало трубу, не взялися и не переробили. Хотя это ваша труба. Ваша особистая, и вы ее купили. Я не знаю, какие там... У вас ничего нет. Это вы просто говорите, что это наша документально. Мы не можем пойти в суд, мы не можем ничего. Мы не можем предъявить... Подождите, да слушайте, мы не можем предъявить тем, кто задержившего. Вы за нас. Молодой человек, вы мне вот это не рассказываете, кому вы там собираетесь, а вы мне... Чему? Вы сделали эту трубу, вы передали на облик, вы передали на баланс, да? Вы передали. Мы ее взяли на обслугование. И когда она показывает 63 дня, за полтора, что мы выезжаем на вашу трубу, да, Виталина Васильевна, спасибо ей, поднялась вопрос, и добилась выделения этой... И мы теперь получаем новую установочную документацию, новые акты баланса... Татьяна Александровна, скажите, пожалуйста, общую стоимость, общий смерт. Ничего не получаем, короче. Больше опять, мы опять дарим сами... Ну быстро скажите. Новосельск. Тут... Можно поговорить? Да. Проком подзвонок и заслуживание. Да, ну я говорю, для того, чтобы вам раскопаться, вам надо на 3 метра бура раскапываться десь у себя за забором. Там немае такой... От где у вас получается вклиниться, там и робить. Единственное, если забор не высокий, то я могу надати вам висковато, чтобы он прогорнул 3 метра, если забор не завалил. А это мы вам можем допомогать. В принципе, все там. Если у вас все еще нет. Аросельки, кто там, буря, я не возьму. Кто это... Я не буду... У меня нет организации. Вы гляньте, у меня в смяте, чого я ось... у меня сегодня вершинец задал 6 запитов, чтобы вы понимали. У меня такой принцип, надо надать любую ответственность, любому абоненту, че организации, чтобы ни у кого не закралась какая-то хорошая думка. Я не сторонник того, что сделала, допустим, КП Великодолиця. Мы на все дамо наши калькуляции. У нас в смятах нема про кого. Все понятно. Я больше вам скажу. На великих трассах, где мы пересекаем трассы, мы наймаем, заключаем трудовую угоду с такими людьми, где мы имеем обладнание, и мы по трудовой угоди сами заключаем, ну, немало. У меня их осталось 5 человек всего. Все поразъезжали. Ну, в общем, это формулировка вот это на межи, это... Ну, не... Разъяснить ее как-то... Я ци законы не писал. Я ци законы не писал. То есть вы помогли с этой трубы... Вони четко передбачены. У меня есть все решение. Не подарить ее, а зарабатывать с этого проценты от реализуемой продукции, там, какой-то... Ну, а вы же нам поставляете продукцию, которую мы платим. А вы в калькуляции хоть бачили? Давайте я вам дам калькуляции и побачите, за что вы меня платили. За потери. Так. В потери тоже... Ну, и за украденной, остальной... Мы ее... Знаете, заметьте, ось все стоит в Ашинидзе, який 2 года назад потерявил в калькуляции. Мы их не снимали. Я? Да. В этих были сторонники тоже, но потерявили... Не, блин, я не депутат, я даже не могу... Ну, вы таки кричали потери в ВС, чтобы дотации не добавить. Увели потери. Знаете, какие были потери 3 года назад? Процент 60? Нет, были 13. 13. А у ВС, сколько? 27,8. Ну, максимально разрешено. Ну, максимально разрешено. Ну, это не я, ВС. Депутаты! Ну, я не депутат, в ВС. Она нам не дает. Ну, за вашей не дает, в Аламске. Погасим его за счет. Ну, все равно, что в Ашинидзе руководить поселкам. Ну, еще трошки и будет.